Добрый день, уважаемые ученики! Тема нашего сегодняшнего урока – обработка и анализ географических данных. Откроете тетради и запишите тему сегодняшнего урока. Цель обучения – обрабатывать и анализировать количественные и качественные географические данные. Сегодня на уроке мы познакомимся с различными способами обработки и анализа количественных географических данных и научимся их применять. Изучим различные способы обработки и анализа качественных географических данных и научимся их применять. Научитесь способам географической обработки количественных географических данных. Из курса 7 класса вы знаете, откуда берется источник географических данных. И сегодня на уроке мы рассмотрим, что такое у нас количественные и качественные географические данные и обработка и анализ данных. Но перед тем, как приступить к нашей теме, давайте вспомним небольшие термины. Географические объекты. Существующие или существа ваши относительно устойчивы, характеризующиеся определенным местоположением, географическое положение, целостное образование Земли. То есть это у нас материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты, республики, края, области, города федерального значения. Следующий термин, касающийся нашей темы, это географические данные. Что такое географические данные? Это информация, которая содержит указания на географическое местоположение и свойства естественных или искусственно созданных объектов, а также их границ на Земле. Географические данные, содержащиеся в нем количественные и качественные данные, мы сегодня рассмотрим. Каждое свойство географического объекта можно передать качественно или количественно. Например, географическое положение Ческазгана можно выразить качественно, то есть словами. Город расположен в Центральном Казахстане. Для количественного представления этой информации необходимо указать математика географическое положение Ческазгана. Положение на земной поверхности определяемое в системе географических координат. Градусах широты и долготы, дающие наиболее точный адрес объекта, то есть географические координаты, это и будет у нас количественные географические данные. О погоде в Казаларде также можно сказать качественно или количественно. Например, летом в Казаларде очень жарко, так как температура достигает 40 градусов. Основные задачи количественных и качественных географических данных можно выразить в следующих этапах. Первое. Упорядоченное исходное материалов исследования и систематизация данных. Нахождение ошибок, недостатков в базе данных и их устранения. Это у нас второй этап. Третье. Определение скрытых тенденций, закономерностей и связей. Четвертое. Обнаружение в ходе исследования неожиданных, незамеченных фактов. Пятое. Определение достоверных собранных данных. Следовательно, ребята, качественные данные – это информация, которая указывает на классификацию характеристики или природу вещей. Например, хороший, средний, плохой, горячий, холодный. Количественные данные измеряем с помощью чисел, имеющих содержательный смысл. Обработка количественных данных начинается с их группировки и упорядоченности. На основе количественных данных осуществляется моделирование географических объектов и явлений. И рассмотрим, ребята, с вами такое задание. Упорядоченность и группировка данных по смыслу. Даны следующие географические объекты, такие как Миссисипи, Мичиган, Миссури, Маккинли, Маккензи, Монреаль, Митчелл, Мехико. И даны географические объекты – реки, горы, города, штаты. Если вы понимаете смысл этих географических объектов, то вам будет легко распределить. Например, возьмем города. Города, соответственно, из этих вышеперечисленных объектов у нас будет Мехико и Монреаль. Также, ребята, географические данные можно выразить в виде диаграмм. Численность населения Казахстана на 1 декабря 2019 года. Здесь, в первом столбце, у нас показано все население Республики Казахстан. Дальше мы видим городское население и сельское население. И диаграмма показывает соответствие мужчин и женщин. С помощью этих диаграмм мы легко можем определить, где у нас городское население, где у нас сельское население. Также, ребята, мы на примере можем рассмотреть длина рек Казахстана, которые превышают более 1000 километров. Это Иртыш, Ишим, Урал, Сырдарья, Табол и Ильичу. Даны основные крупные реки, длина которых превышает 1000 километров. С помощью таблицы диаграмм мы также можем распределить по протяженности этих рек на территории Казахстана. Закрепление изученного материала. Ответьте на вопросы. Что такое географические данные? Какие географические данные вам известны? Можете ли вы представить географическую науку без количественных данных? Где вы сможете использовать знания, полученные на сегодняшнем уроке? Ответы запишите себе в тетрадь. И перейдем к заданию по определению количественных данных и качественных данных. Есть у нас дескрипторы, ребята. Определять количественные данные и определять качественные данные. Дано задание первое. Прочитать текст и определить количественные и качественные данные и внести их в таблицу. Например, помогу вам сделать первое задание. Амазонка. Самая полноводная река в мире, расположенная в Южной Америке. Образуется слиянием рек Мариньон и Укаи. Здесь будут у нас качественные географические данные. Длина Амазонки является в научном сообществе дискуссионным вопросом и по различным измерениям составляет от истока реки Мариньон около 6400 км, от истока реки Апачет 6992 км. Это уже будут у нас количественные данные. Дальше выбрать из текста количественные и качественные данные. Надеюсь, вы сможете сами. Задание номер 2. Используя данные таблицы, построите график прироста населения Казахстана по областям. С помощью таблицы вы можете рассмотреть любую область Казахстана и построить график прироста населения. Для примера можете взять любую область. Продолжение следует...